А человека рассчитываешь. Ну, увольняешь. И скончался в медучреждении. Также пострадала его бабушка. Она получила телесные повреждения. Отмечается, что женщина имеет права категории Б с 99-го года. По факту ДТП проводится проверка. Рейс из Петербурга в Египет задержался на 2,5 часа из-за желания пассажиров проверить экипаж на алкоголь. Как сообщили ТАССы в аэропорту Фулково, город должен был вылететь в Шармляших около 7 утра. Однако один из пассажиров выразил желание освидетельствовать экипаж. И командир корабля принял решение пройти тест со всей командой. Отмечается, что все прошло под руководством транспортной полиции. Конфликтной ситуации на порту не было. В 9.30 самолет вылетел на египетский курорт. Узвешение выпуска о погоде в Москве сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два часа минимум, класса база. Скандинавы 6 часов на скользкой дороге. Те программы, которые мы получили, существующие, внести в них изменения, мы с удовольствием воспримем и будем оказывать всяческую помощь нашим кандидатам-водителям в получении Минкомпетенции именно в реальных дорожных условиях. Впрочем, далеко не спирты поддерживают введение такой программы в автошколах. Много было изменений в последнее время, считает президент Межрегиональной ассоциации автошколы России Татьяна Штулева. Тот процесс реформирования, который допущен был 12 августа прошлого года, надо, чтобы все новые программы, которые приняты сейчас, будут делиться. Чтобы это все полноценно заработало. Дальше смотреть результаты, которые принесла реформа. И дальше смотреть, а надо ли вводить что-то еще. Что такое контраварийное вождение? На высокой скорости уходим в занос и выходим из него. Наша задача в автошколе научить не попадать в эту ситуацию. Кстати, в нашей группе Авторадио ВКонтакте мы провели опрос на эту тему. Так вот, почти 60% пользователей выступили за введение таких курсов в автошколах, так как это поможет предотвратить аварии. Однако 40% наоборот считают, что новички, обладающие навыками экстремального вождения, наоборот, начнут лихачить и нарушать ПТД. Народные новости, Татьяна Чернушова. Народные новости. И расскажу о ростовской погоде. В Донской столице сейчас плюс 9, дождь, вечер и часы. Как обещают синоптики, нас будет ждать облачная погода. Также возможен дождь. Атмосферное давление ниже нормы, 753 миллиметра оттутного столба. Ветер северный, северо-восточный, скорость его 2-5 метров в секунду. Вечерняя температура воздуха плюс 8-10. Ночью до 9 тепла, облачно, не исключены осадки. Авторадио. Авторадио. Реклама. Знания и соблюдение правил дорожного движения. Культура поведения на дороге. Это формула безопасности. Программа для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. Понедельник и среда в 19.30 на Авторадио. Актуальные темы. Авторитетные эксперты. Ваши мнения и комментарии в эфире на сайте.